Доброе утро, друзья, всем, кто к нам только-только подключился и тем, кто оставался с нами с самого утра. У нас в студии настоящий эксперт по вопросу животных. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Друзья, сегодня мы попытаемся максимально зацепить несколько обширных тем, потому что времени в обрез, а информации действительно много, и мы с Натальей можем говорить часами на эти темы. Поэтому так, у нас сегодня содержание домашних животных, профилактика и питание. Начинаем, наверное, с профилактических уходов в средства и прочих мероприятий. Основа здоровья животного – это, конечно же, профилактика. Профилактика, которая начинается изначально. И, скорее, это не столько профилактика, как таковая, как культура хозяина. Ему нужно привить понимание о профилактике заболеваний. Непосредственно, самого животного. Да, животного, конечно. Я сейчас не буду говорить о том, что там глисты нужно гнать, отблох обрабатывать, прививки делать. Это само собой. Но вот эти нюансы должен рассказать врач. И сейчас я хочу обратиться к тем, кто только собирается приобрести, либо приобрел животное. Очень огромнейшая просьба. Вы взяли животное, возьмите его сразу же и придите на консультацию к врачу. И именно с врачом разработайте вот эту схему, план. Вы поговорите, расскажете, где вы взяли, как вы взяли, какие были условия у этого животного ранее. И вместе с врачом, учитывая вот эти все нюансы, индивидуальные особенности, породы, вида животного, вы разработаете вот этот, как говорится, план, календарь профилактических мероприятий. И это еще нужно для того, чтобы у животного не вырабатывалось какой-то стойкий страх к посещению клиники. Потому что пришли, первый раз сразу на прививку на стол поставили, животное испугано, укол сделали, глаза здоровые, прививку сделали, животное испугалось. Через три недели на следующую прививку снова пришли, снова укол, снова животное испугалось. Вот такие профилактические посещения врача, просто лишний раз показать, обрезать коготочки, прийти за витаминами. Возьмите животное с собой, почесать за ухом, чтобы лишний раз сказали, как вы выросли. Чтобы животное приходило не только за негативными эмоциями к врачу, а еще получало какой-то позитив. Потому что, к большому сожалению, не все такие животные, как лабрадоры. Вот лабрадора обидеть невозможно. Ему напревать, с кем играться и куда приходить. Да, его невозможно ни уколами обидеть, ни какими манипуляциями. Это собаки позитивы. Но такие не все, других нужно приучать. Также, кстати, как я уже приводила пример со стоматологом. Стоматологи ведь тоже рекомендуют не приходить и лечить. Приходите, покажитесь, обсудите. Ну да, надо показаться. На то она и профилактика есть. А вот с собаками покрупнее. С ними меньше проблем? Они как-то лучше идут на контакт в клинику? Или чем больше, тем больше проблем? Чем больше собака, тем больше проблем. Если она изначально испугана, то завести среднеазиатскую овчарку, которая идти не хочет, а это порядка 60-70 килограмм, которая упирается, начиная, там еще выходя из машины. Это тяжело, действительно. Хозяевам при этом не весело совершенно. Это касается не только, я говорю о том, что приходить к врачу не только с маленькими. Это касается и взрослых животных. Потому что щенки, котята, они только привыкают. Взрослые же животные уже сформированы, оно уже больше понимает. И ему вот это понимание, что у врача не только больно, а для него важнее даже, чем для маленького. Для хозяев тоже очень важно. Прийти, лишний раз поговорить с врачом. С маленькими ситуациями. Следующее, на базаре у заводчика где-то взяли. Предыдущие хозяева какие-то рекомендации дали. И потом уже к нам попадает только с какой-то проблемой. Да, где-то год-полтора уже ему и... Ну, не год-полтора, но, допустим, взяли котенка, напоили молоком, у него болит живот. Вот. Хотя этот котенок уже в трех поколениях на сухих кормах. Ну, его преды. У него уже, по сути, там фермента нету, который молоко расщепляет. Вот. То есть вот такой нюанс маленький. Но в обговорении с врачом он настроит, как правильно кормить, когда нужно будет прийти. Вот. Вот. Такие вот маленькие нюансы. А есть какие-то вот, там, допустим, когда человек приходит в поликлинику, он же сдает какие-то анализы, там, на осмотры? У животных тоже берут анализы? Или это, в принципе, осмотр проходит такой, ну, физический? Это проходит клинический осмотр руками, глазами, визуализация с простыми методами термометрии, эускультации. Анализы берутся по необходимости. Только если какие-то уже сложные, там, заболевания или какие-то проблемы? Ну, если врач заподозрил какую-то проблему, тогда, конечно, назначается какая-то необходимая диагностика, потому что лишний раз пугать, ну, тоже, конечно же, не хочется. Ну, да, лишний раз укол давать такому существу всегда, всегда для них неприятно. Первичный осмотр у маленького, только приобретенного животного может выявить какие-то элементарные проблемы, на которые, опять-таки, нужно хозяина строить. Как блох обработать, пупочную грыжу, может быть, как-то шерсткой, может, витаминов больше добавить. Тоже, опять-таки, скорректировать немножечко по питанию, чтобы не было хаоса в сознании владельца. Потому что, опять-таки, приобретая животное, хозяин получает какую-то информацию от заводчика. А вот рекомендации заводчика частенько расходятся с мнением врачей. И вот здесь хотелось бы сказать, что все-таки слушать врача, потому что возникла проблема с больным животным. Идут к врачу, а не к заводчику. Он не подлечит, а врач подлечит? Нет, он не подлечит. Заводчик должен заниматься экстерьерными качествами, там, сказать, чтобы ноги были ровные, ноги были кривые, уши стояли, уши висели, у вас хвост прямой, а должен быть калачи. Ставьте мисочку повыше, ставьте, чтобы осанка была, все вот эти такие минимальные нюансы. Да, а вот что касаемо вакцинации, у заводчиков есть какое-то свое мнение, которое совершенно вразрез идет с ветеринарами, и вот это столкновение потом вызывает проблему. Потому что вроде как бы люди приходят, они получили какую-то информацию, они говорят, так мы же делали вроде правильно, как нам говорили. А это приводит к проблемам. Не всегда, но приводит. Потому ваш друг это ветеринар, и, как говорится, ветеринар должен быть свой. Свой парикмахер, свой доктор, да, своя станция техобслуживания. Вот и должен быть свой ветеринар, который, знаете, как семейный доктор. Ну, кстати, вот часто действительно бывают проблемы, когда покупаешь собаку, говорит, не трать деньги на корм, не трать деньги на витамины, давай и кашу, давай и морковку. Вот давайте мы сейчас таки перейдем к питанию. Что лучше, все-таки корма или натуральное питание? И вот по поводу, вот тоже, количество витаминов, как часто их надо давать, с перерывами надо давать, не с перерывами, или это зависит от собаки и от конкретной породы ее? Нет, вы знаете, это, ну, конечно, сколько нужно давать, конечно, от породы. По поводу кормления, ну вот, об этом тоже можно говорить вечно, что лучшее. Но сейчас, вот все-таки все больше людей переходят на кормление натуральными кормами. О, прошу прощения, сухими кормами, сухими кормами. Это, ну, скажем, удобно, это достаточно удобно. Многие боятся сухих кормов, так как существуют мифы о том, что корма вызывают проблемы, болезни печени, болезни почек и так далее. Миф, объясню почему. Все зависит от качества корма, равно, как и если вы кормите натуральными кормами. Проблемы с поджелудочной, с печенью можно одинаково заработать. И сухими кормами, и натуральными кормами, если вы неправильно кормите. Кормление натуральными кормами – это хорошо. Это, в общем, хорошо. Каша, морковка, как вы говорите, мясо. Никакой сухой корм не заменит хорошего качественного мяса, но хорошего качественного мяса. Вопрос, да, в том, где вы его достали и какое оно качественное. Да, да. То, что вы к нему привыкли, еще не значит, что оно хорошее. Да. Кормление натуральными кормами – это титанический труд. Это не просто вы должны наварить кашу, набросать туда что-нибудь и этим кормить. Хозяин должен, человек, изучить информацию, сколько конкретно этой породе нужно калорий. Потому что есть склонные к ожирению, есть мелкие породы. Тому нужно больше варить, тому нужно меньше варить и так далее. И плюс сбалансировано по витаминам. Натуральное кормление минус его в том, что вы самостоятельно сбалансировать не можете. Белки, жиры, углеводы, витамины, микро-макроэлементы. Потому что дополнительно вам придется покупать витамины. Чистота. То, что вы задаете вопрос. Ну, рекомендуется, конечно же, давать в весенние периоды. Так же, как и людям, когда уже развивается весенняя витаминоза, так называемая. Хотя животные, конечно, меньше этому подвержены. Но, тем не менее, нынешнее содержание в городах приводит к тем же витаминозам. Те же, кто делает выбор на сухие корма. Хороший выбор, отличный человек. Просто развязывает себе реально руки. Ну, удобно очень. Купил мешок корма. Посмотрел. Там расписаны всегда дозировочки. Сколько на это животное, на вес, на возраст в сутки нужно корма. Вот эту суточную норму задачи разделить. На два, на три, либо на один раз. Там же по рекомендациям, в зависимости от возраста. Насыпал корм. Не скиснет. Не испортится. Животные, что же, иногда не хотят есть. Корм можно убрать. Он может постоять. И ничего с ним не станется, с этим кормом. Единственное, что хочется обратить внимание, что это должны быть тоже качественные, дорогие корма. Хают дешевые корма. Дешевые, к сожалению. Ну, человек, когда покупает дешевый корм, он должен понимать, что ожидания могут его не оправдаться. Шерсть не будет блестеть. Будут, могут быть какие-то расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта. Не нужно потом говорить, что это корм плохой. Просто ожидать от этого корма многое нельзя. Есть корма эконом-класс, есть корма премиум-класс, есть корма супер-премиум-класс. Все эти обозначения, они указаны на упаковке. И вот покупая, да, покупая, вы можете прочитать. Самые дешевые корма, они, там очень мало натуральных компонентов. Там то, на чем собака, допустим, щенок расти не сможет и формироваться. Потому супер-премиум и премиум, абсолютно никаких вопросов, никаких проблем. Дорогие корма, они производятся на очень крупных фирмах, которые, ну, просто не могут себе позволить сделать плохое качество корма. И, как показывает практика, животные, которые вырастают на кормах, они хорошо выглядят, они хорошо сложены. К ним притриньте. Картинка. Да, картинка. Вы получаете картинку. Да, но я, опять-таки, если человек будет варить кашу, он почитает лишний раз книжку, да, там в советские времена скорлупу яичную терли, посыпали, колотили, колдовали, глюконаты кальция колотили. Благо сейчас рынок витаминно-минеральных добавок, ну, просто огромен, и возможность подобрать конкретно под каждого. Все, все, все возможно. Поэтому, друзья, не надо экономить на своем домашнем животном. Как минимум, не надо экономить свое время. Приходите к ветеринару, знакомьтесь и посещайте его почаще. Таким образом, вы сможете решить сразу несколько проблем. Проблемы питания вам рассказывают, что лучше, как лучше. Пропишут специальную, ну, скажем так, диету. Ну, и по поводу остальных профилактических мер. Когда прививку, когда что, когда еще следующий осмотр. Надо следить за своим домашним животным, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Спасибо большое. Клиника Багира, как всегда, у нас в студии. Наталья, очень рад вас видеть. Спасибо. До скорой встречи. И пускай к вам приходят только хорошие клиенты и просто на хороший осмотр. Спасибо большое.